В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Израиль наносит ограниченные точечные удары по иранским военным объектам в Иране, Сирии и Багдаде, а также 10 миллиардов долларов поддержки для Ирана, которые администрация Байдена выделила в связи с ослаблением санкций против Исламской Республики. Кроме того, жители кибуца Нир-Оз в оригинальной манере напоминают о ситуации с заложниками в Газе. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалима. Вы смотрите программу место встречи Иерусалим, я ее ведущий Крис Митчелл. Сообщается, что Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную ракетную атаку беспилотников на еврейское государство в минувшие выходные. Некоторые считают, что удар был нанесен в ответ на атаку Ирана, но не для того, чтобы спровоцировать более широкую региональную войну. Иранское информагентство Тасним сообщает, что нападение произошло в юго-восточной части города, недалеко от ядерного объекта. В Исфахане находится один из главных ядерных объектов Ирана, где обогащается уран для иранской ядерной программы. Издание The Jerusalem Post сообщает, что атака в Исфахане была осуществлена с помощью ракет дальнего радиуса, которые были выпущены с самолетов. Официальный представитель Ирана заявил агентству Reuters, что планы немедленного ответа нет и неясно, кто стоит за нападением. Ведущее иранское телевидение преуменьшило значение нападения и процитировало военного чиновника из Исфахана. Он подтвердил, что слышал громкие звуки на востоке Исфахана, и это было связано с системой ПВО. Как мы уже сообщали вам и нашим зрителям, она сработала на появление в этом районе трех небольших беспилотников. Другие репортеры показали по местному телевидению, как спокойно и нормально выглядит Исфахан. Военный корреспондент газеты The Jerusalem Post и автор книги «Цель Тегеран» Иона Боб в интервью новостям CBN рассказал нам, что эта атака призвана направить ясный и недвусмысленный сигнал. Этим ударом Израиль будто говорит Ирану, вы не можете делать то, что сделали в прошлые выходные. Вы атаковали Израиль напрямую с помощью 350 снарядов, 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет. Если вы рискнете сделать это еще раз, то ответите за это сполна. Иона говорит, что атака была рассчитана во избежание разворачивания региональной войны и является переломным моментом для Израиля и Ирана. Это уникальный момент. Между Израилем и Ираном долгое время шла теневая война, о которой я рассказываю в книге «Цель Тегеран». Сейчас вопрос в том, вернемся ли мы к той теневой войне или парадигма уже смещена. И хотя официально Израиль не принимает ответственности за эту атаку, станет ли это поводом для непосредственного конфликта между Ираном и Израилем мы узнаем в будущем. Удар по Исфахану был нанесен в день 85-летия верховного лидера Ирана Аяталы Али Хамении. Некоторые аналитики утверждают, что ответ Израиля был взвешенным, ровно для того, чтобы дать ответ на иранскую атаку. Это потому, что Цахал готовится войти в Рафах, чтобы уничтожить последний оплот Хамаса в Газе, покончить с терроруководством Хамаса и вернуть заложников. Цахал продолжает действовать в центральной части Газа. Его подразделения уничтожают террористов и наносят удары по военным комплексам, наблюдательным пунктам, ракетным установкам и пусковым площадкам. Они также уничтожили 17 тоннелей шахт. Сейчас весь мир хочет знать, чем обернется конфликт между Израилем и Ираном. Президент Сибиэн Гордон Робертсон побеседовал с бывшим офицером Цахала и старшим научным сотрудником Фонда защиты демократии Джонатаном Конрикусом, чтобы проанализировать ограниченные удары Израиля по иранским военным объектам. Вот отрывок из этого интервью. Я думаю, что Израиль пытается разрядить довольно напряженную ситуацию, в которой Иран отклонился от правил игры, нанеся прямой удар по Израилю. Иран нарушил правила, но Израиль ответил таким образом, чтобы дать Ирану возможность выйти из ситуации. При этом Израиль не берет на себя ответственность за атаку и не злорадствует по поводу успеха, а действительно позволяет Ирану сохранить лицо, чтобы рассказывать иранской общественности истории о таинственном взрыве. Что на самом деле хочет донести Израиль, так это то, что иранская оборона уязвима. Иран уязвим для точных, выверенных израильских ударов. Исфахан, где находятся ядерные объекты и сооружения, является доступной для Израиля целью. Израиль атаковал лишь малой долей ракет по сравнению с числом таковых, выпущенных Ираном по Израилю, потому что Израиль действует точно и профессионально. Израиль мог бы нанести удар по десяти различным объектам, но выбрал всего несколько из них, чтобы продемонстрировать свои возможности. Вчера, когда появились новости, в нашем часовом поясе было около десяти часов вечера. Я помню, как подумал тогда, о нет, теперь мы ввязались в региональную войну. Это будет ужасно. Министр иностранных дел Ирана уже сказал, что в случае нападения Израиля они примут ответные меры. Но эта атака была ограниченной, а затем Иран в своих СМИ заявил, что она не исходила от Израиля. Может ли это означать конец цикла непосредственных атак между двумя соперниками? Я думаю, мы можем позволить себе осторожный оптимизм. Возможно, в этом раунде, который начался в Дамаске и перешел в Израиль, главной целью была база Неватим на юге Израиля. И вот ответ Исфахан. Возможно, этот раунд и правда закончен, но сейчас мы пересекли новые рубежи и находимся на неизведанной территории, где правила ведения боевых действий будут меняться. Я думаю, что Израиль атаковал сдержанно по просьбе США и Европы не наносить ответного удара. Израиль уже неделю четко заявляет о том, что собирается нанести ответный удар. Не существует сценария, при котором Израиль не нанесет ответного удара. Но я думаю, что в данном случае, вместо более масштабного и опасного конфликта с Ираном, Израиль предпочел стратегические цели. Войти в Рафах, закончить бои в Газе, победить Хамас и вернуть заложников, для того, чтобы затем нанести удар по Хизбалле. Что ж, давайте поговорим о стратегическом аспекте. Похоже, что нападение на Израиль теперь привело к тому, что Иран оказался изолирован от остального Ближнего Востока, а связи Израиля с Иорданией и Саудовской Аравией укрепляются. Что вы думаете по этому поводу? Да, мне кажется удивительным, что США, как и многие европейские страны, сказали Израилю, не принимайте ответных мер, вместо этого мы введем санкции против Ирана. После чего было предложено несколько довольно мягких санкций против иранских чиновников и организаций. Я думаю, что наши соседи наблюдают за тем, как это отразится на регионе. Они видели, как Израиль нанес удар по Ирану, точно и профессионально, без сопутствующего ущерба, без гибели мирных жителей или чего-то подобного. Они видят силу, самообладание и стратегические возможности. Именно то, что им нужно от их будущего союзника. Я также побеседовал с Джоном Вааге, чтобы узнать его мнение о том, как сдержанный удар Израиля по Ирану повлияет на политическую сцену. Смотрим сюжет. Джон последние несколько дней кажется чем-то нереальным. Ночью в субботу и утром в воскресенье казалось, что наступил апокалипсис. А потом люди проснулись и пошли на работу. И вот мы здесь несколько дней спустя. Судя по всему, Израиль напал на Иран. Что вы думаете об этом? Ну, в этом определенно есть доля сюрреализма, Крис. Это действительно удивительно, проснуться посреди ночи под звуки ПВО и взрывов, а на следующее утро выйти на улицу и услышать, как посреди абсолютной тишины щебечут птицы. Здесь, на Ближнем Востоке, все обстоит иначе, чем в Вашингтоне. Об этом говорила Кэролайн Глик. Она говорила, что в Вашингтоне в этот сценарий играют почти как в игру. Но здесь, на Ближнем Востоке, это реальность. Такие страны, как Иордания и Саудовская Аравия задаются вопросом. Если Иран может выпустить 500 или 300 ракет по Израилю, а Израиль обещает ответные меры, то что будет с ними? И в то же время мы слышим, что согласно данным издания Вашингтон-Пост, все это было тщательно выверено. Я не думаю, что люди здесь хотят играть, хотя бы и в тщательно выверенные игры. Я думаю, они хотят увидеть какой-то перевес в сторону хороших парней. Думаю, они хотят, чтобы Хамас был уничтожен. Люди хотят видеть реальный потенциал для мира на Ближнем Востоке. Люди устали от этого. Кто-то постоянно спускает ситуацию на тормозах и препятствует тому, что в конечном итоге может принести мир на Ближний Восток, а именно поражение террор-группировок, как Хезбалла и Хамас, и голова змеи Иран. И к чему это может нас привести? Я думаю, что мы находимся на этапе калибровки, но если Израиль действительно обрушится в газе на иранских прокси, то, я думаю, вместо аккуратного военного балета, за которым мы наблюдаем уже несколько месяцев, это приведет к более серьезному движению вперед. Аналитик по Ближнему Востоку Джон Ваги, спасибо за вашу экспертизу. Далее в программе. Пустые стулья во время пасхального седера в кибуце Нир-Оз в память о заложниках. В преддверии Песаха родственники тех, кого взяли в заложники 7 октября, собрались в своем разрушенном кибуце, чтобы взывать об освобождении своих близких. Репортаж корреспондента себе на Ближнем Востоке Джули Стал. Еврейский народ ежегодно празднует Песах во время пасхального седера, вспоминая свой чудесный исход из Египта после того, как Моисей сказал фараону «Отпусти мой народ». Этот праздник называют праздником свободы, и у присутствующих здесь есть послание к похитителям, которые все еще держат их близких в заложниках. Мы хотим, чтобы они отмечали предстоящий праздник с нами, а не в бесчеловечных условиях мрачных туннелей. Опустите наш народ. Эта столовая в кибуце Нир-Оз. В прошлый Песах она была полна сотнями людей, которые отмечали праздник свободы за пасхальным седером. В этом году праздника здесь не будет. Подумать только, ведь еще год назад они отмечали его от мала до велика все вместе в этой столовой. Это место совершенно особенное. Амир Альфаса – племянник Авнера и Майи Горен, погибших от рук Хамаса. Тело Майи до сих пор находятся в Газе. Я хочу, чтобы мир не оставался равнодушным к тому, что здесь произошло. Они должны кричать вместе с нами, чтобы оказать давление на Хамас и на Катар. Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей. Вокруг стола для Седера с мацой, виноградным соком и пустыми сервизами стоят желтые стулья с фотографиями тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Некоторые из них признаны погибшими, а других же, как, например, о семье Офри Бибас, ничего не известно. Ее брат Ярден, его жена Шири и их сыновья Ариэль и Кфир, которым в январе исполнился год, остаются в плену. Чего стоит одно осознание, что, как бы трудно ни было мне, им гораздо тяжелее. Сейчас они в беде, и мы должны стать их голосом, чтобы напомнить им и всему миру, что они все еще там, и что ситуация с заложниками – самая негуманитарная ситуация из всех. Она считает связь с предстоящим праздником крайне важной. Мы называем Песах праздником свободы, а у них свободу отняли полгода назад. Более четверти жителей Кибуца не рос, 7 октября были либо убиты, либо похищены. 36 из них по-прежнему находятся в Газе в плену у Хамаса. Некоторых из них уже нет в живых. Яэль Адар – мать 38-летнего Тамира Адара, которого похитили и убили в Газе. Как сотрудник службы безопасности Кибуца, Тамира оставил свою семью в бомбоубежище, чтобы в тот роковой день помочь защитить свою общину. Я бы хотела, чтобы в каждом уголке мира, прежде чем решать, кто прав, а кто виноват, люди спросили себя, возможно ли такое, чтобы людей похищали, насиловали, убивали, а другая сторона просто молчала. Учитывая, что эти теракты могли случиться где угодно, Адар задается вопросом, почему мир придерживается двойных стандартов в отношении Израиля. Если такой вариант вас устраивает, то вы можете добровольно согласиться, чтобы такое произошло с вами. А каждый, кто не хочет такого будущего для своей страны, должен приложить все усилия, чтобы помочь нашей. Это непостижимо, что от нас до сих пор требует остановить войну. Бибас призывает к помощи весь мир, чтобы ее маленькие племянники могли праздновать Песах на свободе. Будет ли им дарована свобода, которую у них так жестоко отняли? Не настало ли время всему миру кричать о Бориэле и Кфире, взывать к справедливости и человечности, чтобы покончить с этим кошмаром? Отпустите мою семью. Отпустите наш народ. Джулия Стал, новости СБМ, Кибуц, Нирос. Далее в программе. Отмена санкций для Ирана. На что пойдут замороженные средства Исламской Республики? Недавно администрация Байдена возобновила отказ от санкций, предоставив Ирану доступ к 10 миллиардам долларов замороженных средств. Несмотря на то, что деньги могут быть использованы только на гуманитарные нужды, критики утверждают, что режим может обойти это условие и направить их на разработку ядерного оружия. Несмотря на то, что снятие санкций на иранские активы вызвало много споров, Ричард Голдберг из Фонда защиты демократии рассказал нам, что этот шаг не привлек особого внимания СМИ. Недавно появились новости об отмене санкций на 10 миллиардов долларов. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Для оказания давления на Исламскую Республику Иран Конгресс принял ряд законов о санкциях. Один из этих законов, принятый в 2012 году, гласит, что Ирак не может вести никаких дел с энергетическим сектором Ирана. И точка. Но Ирак зависит от Ирана в плане электроэнергии. Поэтому мы дали Ираку разрешение на физический импорт электроэнергии. Но мы поставили условие, эти средства не должны попасть в Иран. Затем Голдберг объяснил нам детали соглашения. Президент Байден изменил условия сделки с Ираком. И когда он ввел эти исключения, он фактически заявил, теперь вы можете переводить деньги на счета иранских банков за пределами Ирана, в данном случае через Оман. И пусть Иран обрабатывает транзакции. Таким образом, мы предоставляем им 10 миллиардов долларов поддержки, существенно изменив нашу политику. Что вы думаете о заявлении администрации Байдена? Будто иранский режим не сможет получить эти 10 миллиардов долларов. Они говорят, что деньги не поступают непосредственно в Иран. Они не сказали, что они не получат доступа к этим средствам за пределами Ирана. Администрация Байдена заверила, что использование средств ограничено. Эти средства могут быть использованы только на гуманитарные цели, не подлежащие санкциям. В ответ на снятие санкций в сентябре 2023 года, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что средства будут использованы там, где это необходимо Ирану. Остается вопрос, зачем администрации Байдена продолжать снимать санкции? Назначение средств, их транзакции отвлекают от основного. Это финансовая помощь. Теперь они получат новый банк в 10 миллиардов долларов для субсидирования всего своего импорта, освобождая другие 10 миллиардов долларов для терроризма и разработки ядерного вооружения. Как вы думаете, на каких основаниях администрация Байдена выделила эти средства? В год выборов Белый дом отчаянно нуждается в затишье. Это политика. Сейчас мир в огне из-за политики последних трех лет, и президент хочет замять ситуацию, даже если это означает оплату вымогательства ведущего террористического государства. Эксперт по нацбезопасности Эли Каханим родилась в Иране и переехала в Америку в качестве беженца. Эли, как интерпретирует такое ослабление санкций около 80% иранцев, которые не поддерживают исламский режим? Я ежедневно вижу, как иранцы, которые обратились ко мне непосредственно из Ирана, поддерживают Израиль в соцсетях. Иранский народ снова и снова выходит на улицы, требуя свободы от этого деспотичного диктаторского режима. И они всегда надеялись, что США встанут на их сторону. Поэтому, когда США выделяют режиму 10 миллиардов долларов, иранский народ чувствует себя брошенным. Эли также полагает, что это может сыграть на руку врагам США за пределами Ближнего Востока. Китай и Россия, состоящие в одном блоке с Ираном и Северной Кореей, безусловно, наблюдают за администрацией Байдена. А это просто ужасное решение. Мы не можем, с одной стороны, бороться с Ираном, а с другой – финансировать его. После недавней встречи с семьями заложников в Кибуце Кфар-Аза, который подвергся нападению Хамаса, Каханим надеется, что дальнейшие решения будут надежнее. Резня, пытки и изнасилования, которые Хамас совершил 7 октября, четко дали понять всему миру, что это действительно борьба между добром и злом. Хамас и Исламская республика Иран выступают против всего, что мы ценим – от свободы вероисповедания до прав женщин и демократии. Мы должны бороться за мир, который унаследуют наши дети и внуки. Далее в программе. Десница Божьей защиты над Израилем – современное чудо, которое увидел весь мир. Во время недавней атаки беспилотников и ракет из Ирана произошло необычайное событие, о котором мало кто говорит. Некоторые назвали бы это чудом. Наш друг Равин Ицхок Адлерстейн из Центра Симона Визентали поделился своими мыслями по этому поводу. Равин Ицхок Адлерстейн рад видеть вас снова. Взаимно, Крис? Расскажите нам, что, по вашему мнению, произошло ночью с 13 на 14 апреля? Я считаю, что все мы стали свидетелями настоящего чуда библейских масштабов. Думаю, потребуется некоторое время, чтобы осознать весь эффект от этого, чтобы факты улеглись. Но это не просто победа Цахала с помощью наших союзников. Израиль выжил. Несмотря на то, что снаряды неслись буквально отовсюду, 99% снарядов, беспилотников и ракет были сбиты. Материальный ущерб оказался минимальным, а серьезные ранения получил только один человек в бедуинской деревне. Как вы это объясните? Знаете, когда в праздник Песах евреи покинули Египет, происходило много великих событий, как в кино Сосиле де Миле, 10 казней египетских, переход через Красное море. Но знаете, что произошло после этого? Что было дальше? Две страны пережили одно и то же. Они стали свидетелями аналогичных событий. Но израильтяне отправились на Синай, чтобы принять Тару и заключить Новый Завет с Богом. Египтяне же вернулись к прежнему образу жизни. С чудесами так всегда и происходит. Верующий понимает, что это промысл Божий. А не верующий находит какой-то способ объяснить это. Он говорит, я не уверен, посмотрим, что будет через пару столетий. Кто-нибудь, наверное, объяснит это. Верующими людей делают не чудеса. Но тем из нас, кто верит в Божий промысел в истории, трудно не заметить, как десница Божья защищает Божью землю в любом конфликте. Отдаю должное Цахалу. Но всегда есть человеческий фактор. Зазор для ошибки существует всегда. Знаете, потери от дружественного огня в Газе составили 20%. Что стало одним из самых высоких показателей за все время вооруженных конфликтов. Потому что мы воюем в городских условиях. Но это не ограничивается только Газы. Когда силы ПВО перехватывают 350 ракет, очень просто пропустить всего пару из них. Но они не пропустили ни одной. Как вы это объясните? А то, что в борьбу вступили враги Израиля. Да, у них были свои политические интересы. Это правда. Иранцы пытались сместить короля Иордании и насадить в этой стране шиитское присутствие. Но, тем не менее, при активной поддержке США, Великобритании, Иордании и Саудовской Аравии, которая вчера признала, что они активно помогали обороне, произошло это маленькое чудо. Большим чудом является то, что Израиль остался невредим. Все мы в два часа ночи сидели в бомбоубежищах и ждали наступления. А через несколько минут все улеглось. И люди говорили что-то вроде «А что мы здесь делаем?» Ничего не происходит. И мы вышли на улицу. Столько фейерверков я не видел даже на Новый год. Мы просто смотрели, как маленькие огоньки поднимаются в небо и уничтожают ракеты, которые были нацелены на нас. Так что это мое свидетельство для евреев и неевреев. Для всех, кто верит в Бога и считает, что хранящий Израиля не дремлет и не спит. Для всех, кто верует, что их хранитель Господь. Это мы и видели. Но это не значит, что война закончилась. Это не значит, что Божья работа уже закончена. Кто знает, что еще Он для нас припас. Но знаете, даже в разгар трагедии у Бога есть привычка оставлять маленькие послания, вроде «Вы не сможете понять общую картину того, что происходит». Но я хочу заверить вас, что я все еще с вами. Это и стало чудом, которое мы пережили. Многие люди в Израиле и правда считают, что это было чудом. На этом сегодняшний выпуск «Место встречи Иерусалим» подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете подписаться на наши обновления в соцсетях, а также получить доступ к материалам Сибиен через новости и приложение Сибиен. Пожалуйста, продолжайте молиться о мире в Иерусалиме, о защите Израиля, о солдатах Цахала, обо всех тех, кто оказался в опасности и в заточении в Газе. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и регулирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.